Тайны фонда SCP, бесконечная генерация уровней, интересные квесты все это есть в игре на Android The Lost Signal SCP, которую пилю я сам, когда не пилю видео на этот канал. Качайте игру, играйте в игру. Я говорю так не потому, что это поддержит этот канал. Ваша участь в загробной жизни определится. Ссылка в описании. SCP-1322. Тот свет. Объект номер SCP-1322. Класс объекта Кетер. Особые условия содержания. SCP-1322 следует содержать в герметичной камере содержания 8 класса, внутренняя поверхность которой покрыта абляционным материалом. Камера содержания должна быть стойкой к ядерным и неядерным взрывам, пучкам частиц и едким веществам. Следует проводить регулярный осмотр камеры на предмет повреждений, а также вирусных и бактериальных инфекций. Атмосферное давление в камере следует поддерживать максимально низким. При выходе давления за отметку выше 60 на 10 в минус второй степени паскалей следует приступить к выполнению процедуры 1322SD-S311. В качестве меры борьбы с патогенами уровень радиации в камере должен быть равен как минимум 4,5 рентгенам в секунду. Условия содержания дополняются ежедневно. Все дополнения регистрируются в документе 1322 SSSR V 0886. Описание. SCP-1322 – стабильно-пространственная временная аномалия, теоретически являющаяся межпространственным отверстием, ведущим в параллельную Вселенную. Аномалия не меняет своего положения в пространстве, поэтому для ее изучения и сдерживания вокруг нее была сооружена зона 122. Аномалия представляет собой двумерный эллипсоид с неровными краями, длина которого по более длинной горизонтальной оси составляет примерно 2,5 см, а по короткой вертикальной – 1 см. Аномалия лежит на плоскости, перпендикулярной горизонту и отклоняется от истинного направления северного меридиана на 36 градусов в направлении запада. Сквозь аномалию как через проходимую червоточину могут проходить как материя, так и энергия. При соответствующих условиях освещения сквозь SCP-1322 можно наблюдать пространство, находящееся на другой стороне. Потоки частиц и предметы, вписывающиеся в габариты аномалии, могут быть просунуты сквозь нее и таким образом переданы в параллельную Вселенную. Звук аномалия не проводит. Официальная классификация мира по ту сторону – SCP-1322-A. Однако среди сотрудников фонда популярно неофициальное название «Хартл» – приблизительное фонетическое прочтение слова «родной мир» на языке людей из SCP-1322-A, с которыми была установлена связь. Похоже, что аномалия была целенаправленно создана искусственным путем со стороны SCP-1322-A. Усилия населения SCP-1322-A по созданию новых подобных аномалий не увенчались успехом, ровно как и попытки изменить размер SCP-1322 или ликвидировать его, хотя к этому были приложены значительные усилия. В объективной реальности аномалия, судя по всему, появилась примерно в 1952 году. Вскоре после этого организация взяла участок территории с аномалией над ней под свой контроль. Первоначально организация притворяла в жизнь обширную научную программу по SCP-1322, в том числе связанную с общением с цивилизацией по ту сторону аномалий. Но с недавнего времени усилия фонда были сосредоточены на сдерживании. Выдержки из протокола содержания наблюдений приведены ниже. Протокол содержания и наблюдений SCP-1322. 08.1952. Обнаружена аномалия. 09.1952. Организация ставит SCP-1322 на содержание. Сооружена камера содержания. Чертежи и спецификации смотрите документ 1322 ВСРД-3006. 10.1952. Из аномалии появляется металлический цилиндр. Цилиндр изымается, проходит карантин и стерилизацию. После принятия мер безопасности цилиндр был осмотрен. Выяснилось, что он полый и снабжен завинчивающейся крышкой. В цилиндре находились треугольные листы, сделанные из похожего на бумагу вещества. На листах были нанесены символы. Объект передан в отдел лингвистики. 11.1952. Начаты эксперименты с SCP-1322, в том числе опыты по просовыванию сквозь аномалию объектов на страховочном тросе. Взяты образцы атмосферы SCP-1322. Состав атмосферы схож с земным, но концентрация аргона выше. 12.1952. Через SCP-1322 проходит еще несколько стальных цилиндров. После прохождения карантина цилиндры передаются на анализ. 07.1953. Лингвисты и математики сообщают о прорыве в изучении пришедших со стороны 1322А документов. Написанные на листах символы оказались описанием принципов геометрии, а тексты были составлены с целью установления дружественного контакта с теми, кто получит сообщение. Сотрудники отдела лингвистики составили сообщение с применением той же системы письменности, которая была распечатана на бумаге и вложена в металлический цилиндр производства организации. Но конструктивно схожий с цилиндрами с SCP-1322А. Цилиндр был отправлен на ту сторону аномалии. 09.1953. На той стороне аномалии зажегся свет. При наблюдении выяснилось, что та сторона аномалии расположена в помещении, похожем на камеру содержания, во многом схожей с той, что была построена фондом для содержания аномалии. 10.1953. Примерно в это время была установлена связь с цивилизацией SCP-1322А. Изначально связь осуществлялась посредством взаимного обмена текстовыми посланиями на бумаге, сначала в символьной системе, потом на разработанном совместными усилиями Пиджини, основанном на английском языке и вышеупомянутой символьной системе. Скорость связи значительно возросла, когда цивилизация SCP-1322А вынесла предложение о сооружении телеграфной системы, основанной на проходящем сквозь аномалию особым образом экранированном кабеле. Приемно-передающее оборудование размещено на обоих концах. Согласно полученным в ходе общения данным, цивилизация SCP-1322А состоит из Homo sapiens, или вида, не имеющего значительных отличий от данного. Организация, с которой был установлен канал связи, оказалась научным институтом, связанным с правительством географической области, на территории которой находилась аномалия, примерно соответствует государству нации. Выясняются подробности политического устройства и уровня технологии в SCP-1322А. Цивилизация SCP-1322А достигла значительного прогресса в технологии и инженерном искусстве. В особенности это касается математики и инженерного искусства, в которых цивилизация SCP-1322А значительно опередила Землю. В частности, появление аномалии было непредвиденным побочным эффектом эксперимента по исследованию свойств квантовой пены. В области же биологии цивилизация SCP-1322А значительно отставала от нашей. Ее представители проявляли большой интерес к обмену образцами музыки, изобразительного искусства, литературы, в частности ритмичной поэзии на различных языках. Особый интерес при этом уделялся произведениям иранской и китайской культур и математики. К религии и медицине представители SCP-1322А интереса не проявляли. Поступающие от SCP-1322А данные направляются в архив для последующего анализа. 01.1962. Представители SCP-1322А передают подробные данные своих астрономических наблюдений и просят от фонда аналогичные. Анализ принятых данных специалистами фонда показал, что с высокой вероятностью в наблюдаемой Вселенной нет места соответствующего полученным данным. Сотрудники организации собирают данные для передачи в SCP-1322А. В данные по указанию администратора зоны 122 из соображений безопасности вносятся изменения. Через 9 часов после отправки данных цивилизация SCP-1322А распознает в них подделку и предлагает сотрудникам организации проявлять большую откровенность в интересах обоюдного научного и культурного развития. Предложение было передано для рассмотрения Совету О5. 11.1972. В рамках плановых технических мероприятий кабель канала связи отключается и сматывается в камеру содержания. После проведения технических мероприятий кабель просовывается в аномалию на сторону SCP-1322А. Тамошние специалисты подключают его к своему оборудованию. 12.1972. В сообщении, полученном со стороны SCP-1322А, сказано, что время реакции на сигналы со стороны фонда может возрасти ввиду нехватки сотрудников у SCP-1322А. В ответ на просьбу разъяснить SCP-1322А дают ответ, что уровень заболевания среди сотрудников их организации возрос, что приводит к неявке на работу. 01.1973. В сообщении, полученном со стороны SCP-1322А, сказано, что ситуация с нехваткой сотрудников нормализовалась, но болезнь распространяется по местности вокруг учреждения SCP-1322А. 03.1973. Получено сообщение с информацией о том, что местное правительство вводит карантин с целью остановить распространение вирусной инфекции. В ответ на предложение организации оказать посиленную помощь, сторона SCP-1322А переправляет пакет данных о патологии. 04.1973. После принятия соответствующих карантинных мер в зоне 122 организации запрашивают у представителей SCP-1322А образец вируса. Образец переправлен через SCP-1322А в укрепленный соответствующим образом ампуле, содержимое которой подвергается анализу по протоколу работы с инфекционными болезнями класса 5. Смотрите документ 033.234.098. По результатам анализа вирус является безвредным штаммом вируса гриппа. Данные анализы пересылаются специалистам фонда в SCP-1322А вместе с предложением по созданию вакцины и планами по вакцинации. 06.1973. SCP-1322А сообщает, что число погибших от вируса в их мире составляет примерно 8 миллионов, или 0.091 от общемирового населения. А разработанная фондом вакцина вошла в стадию массового распространения и применения. 08.1973. SCP-1322А сообщает, что распространение вируса, судя по всему, остановлено, а число новых заболеваний стремительно сокращается. 10.1973. SCP-1322А сообщает о введении прививок от вируса по всему миру. 12.1973. В ходе обычной беседы SCP-1322А сообщают о неожиданном снижении уровня рождаемости. 05.1974. SCP-1322А сообщают о стремительном спаде уровня рождаемости. 08.1974. SCP-1322А сообщают, что согласно их анализам, снижение уровня рождаемости является побочным эффектом, разработанной в организации вакцины. 01.1975. SCP-1322А сообщает о массовых беспорядках по всему миру, вызванных бесплодием и сопутствующим стрессом. На предложение фонда о помощи было получено сообщение «Нет, спасибо, вы и так достаточно натворили». 05.1975. Изменения в организационной структуре организации, содержащей SCP-1322, на стороне SCP-1322А. Полученные сообщения зачастую написаны враждебным и обвинительным тоном. 07.1975. Организация на стороне SCP-1322А в одностороннем порядке прекращает научный и культурный обмен. 09.1975. Со стороны SCP-1322А получено сообщение о волнениях по всему миру, связанных с падением рождаемости. Согласно полученным сообщениям, за последние 72 дня по всему миру родилось менее 1000. 10.1975. Со стороны SCP-1322А принято последнее сообщение. Оно гласит «Вы убили нас, вы это с нами сделали, ваше невежество и ваша безалаберность уничтожили наше потомство. Но мы отомстим. Мы последнее поколение присягаем и клянемся в этом. Мы добьемся своего». 12.1976. Датчики в камере содержания SCP-1322 показывают, что в камеру со стороны SCP-1322 выпущены различные патогены. Патогены изолированы и уничтожены. 01.1977. Со стороны SCP-1322А через SCP-1322 ведется бомбардировка потоком заряженных частиц. Камера содержания повреждена. Повреждения ремонтируются в кратчайшие сроки. 13.1984. Со стороны SCP-1322А через SCP-1322 направлен высокоэнергетический пучок когерентного излучения, сразу после которого в камеру содержания были выпущены различные патогены. Повреждения, нанесенные излучением, устранены. Патогены изолированы и уничтожены. 0.08.1984. Со стороны SCP-1322А через SCP-1322 произведен выстрел из энергетического оружия, сразу после которого в камеру содержания были выпущены различные патогены. Повреждения, нанесенные выстрелом, устранены. Патогены изолированы и уничтожены. 0.04.1991. Со стороны SCP-1322А через SCP-1322 проведен выстрел из лучевого оружия, сразу после которого в камеру содержания были выпущены различные патогены. Повреждения, нанесенные лучом, устранены. Патогены изолированы и уничтожены. 0.06.1991. По приказу администратора зоны 122, организация заливает камеру содержания SCP-122 быстро твердеющей прочной керамикой. 0.07.1991. Неизвестный растворитель, выпущенный со стороны SCP-1322А, разъедает керамику. 0.09.92. Со стороны SCP-1322А ведется бомбардировка высокоэнергетическим пучком заряженных частиц, после чего в камеру содержания выпускаются наномашины. Повреждения, нанесенные пучком, устранены. Наномашины изолированы и уничтожены. 10.92. В течение длительного времени в камеру содержания со стороны SCP-1322А закачиваются наномашины в больших количествах. Повреждения, нанесенные наномашинами, устранены. Наномашина уничтожена. Со стороны SCP-1322А через SCP-1322 произведен выстрел железным стержнем на скорости примерно равной 0.00006С. Сразу после этого в камеру содержания выпускаются наномашины. Повреждения, вызванные ударом стержня, устранены. Наномашины изолированы и уничтожены. 12.94. Со стороны SCP-1322А в камеру содержания направлен высокоэнергетический пучок когерентного излучения. Длительность облучения составила 108 дней. Общая энергия луча составила ориентировочно 10 в 33 степени электрон-вольт. Структурной целостности зоны 122 нанесен значительный ущерб. Но тем не менее, выпущенные после прекращения облучения наномашины и патогены удалось успешно сдержать. Со стороны SCP-1322А в камеру введено новое устройство. Устройство включилось и за 14 минут нагрело атмосферу в камере содержания до состояния перегретой плазмы. Структурной целостности камеры содержания нанесен значительный ущерб. Была проведена продувка камеры содержания от плазмы. В условия содержания было введено дополнение о поддержании в камере крайне низкого давления. 02-98. В камеру содержания со стороны SCP-1322А введено срабатывающее в две стадии термоядерное устройство. Принцип работы которого до конца не ясны. Устройство сдетонировало. Структурной целостности зоны 122 нанесен значительный ущерб. Однако выпущенные после прекращения облучения наномашины и патогены удалось успешно сдержать. 07-2006. В камеру содержания со стороны SCP-1322А закачивается едкая жидкость под огромным давлением. Давление подается даже после заполнения камеры, что приводит к повреждению камеры содержания. Выпущенные после прекращения облучения наномашины и патогены удалось успешно сдержать. Произведен ремонт сооружения. По приказу администратора зоны 122 в сторону SCP-1322 был направлен исследовательский робот на дистанционном управлении. Когда до SCP-1322 осталось 3 метра, из аномалии вылетели 8 железных стержней на скорости аналогичной инциденту 0194. Стержни разрушили робота и нанесли серьезный ущерб зоне 122. Ремонт был произведен в кратчайшие сроки. 11-08. В камеру содержания со стороны SCP-1322А закачан газ неизвестного состава. После закачки газа в камеру было подано еще одно вещество, вызывающее мгновенное изменение агрегатного состояния газа, который превратился в твердое вещество, межмолекулярные расстояния в котором превышали таковые в газе. Созданное таким образом давление нанесло значительный ущерб структурной целостности камеры. После этого твердое вещество быстро испарилось, после чего через SCP-1322 были выпущены наномашины и патогены. Патогены и наномашины были уничтожены, в сооружении был проведен ремонт. 06-2000... Со стороны SCP-1322А выдвинуто несколько термоядерных зарядов с последующей детонацией, после чего через SCP-1322 была произведена бомбардировка высокоэнергетическими пучками частиц под различными углами. Структурной целостности зоны 122 нанесен значительный ущерб, однако выпущенные после прекращения облучения наномашины и патогены удалось успешно сдержать. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok